Чтобы накачать икры ног, бомбить их нужно интенсивно, регулярно и с полной самоотдачей. Каждый, кто тренировал икроножные, знает, как это тяжело и больно. К тому же мышцы голени очень медленно растут. Конечно, можно, кивая на генетику, плюнуть на прокачку икр. В конце концов, кто их видит. Но правда в том, что эти мышцы особые и требуют к себе особого подхода. А правила проведения тренировки икроножных, о ее тонкостях и нюансах, я хочу сегодня рассказать в этом видео. Комбаловидная мышца. Полное название этой так нелюбимой всеми группы мышц трехглавой мышца голени. Не просто голень и не икры ног. Именно так. Трехглавая мышца голени. Я специально обращаю внимание на ее название, потому что она состоит из двух отдельных мышц. Небольшой икроножный, состоящий из двух головок и расположенный на поверхности. И большой комбаловидный, имеющий одну головку и прилегающий под икроножной мышцей. Это значит, что для увеличения общего объема голени накачать комбаловидную мышцу важнее, чем икроножную. Чем больше она становится, тем больше становится и сама голень. Кроме того, комбаловидная мышца, увеличиваясь в размере, выталкивает икроножную наверх. Делая ее намного массивнее, особенно при взгляде на нее спереди. Вывод. Накачать комбаловидную мышцу очень важно. Объем голени зависит в основном от нее. Качать комбаловидную мышцу нужно по принципу приоритета. Мышцы голени очень сильные и выносливые, так же, как пресс предплечья и шея. В течение дня они сокращаются тысячи раз, держа при этом на себе вес нашего тела. Это значит, что выполнение упражнений на голень с большим количеством повторений малоэффективно. Такая нагрузка тоже нужна, но включать ее в комплекс упражнений для икроножных нужно на особом этапе. Чтобы быстро накачать икры ног, их нужно нагружать в силовом, непривычном для них стиле. Используя при этом вес отсягачения, превосходящий вес тела в полтора-два раза. Количество повторений при этом должно быть средним, от 10 до 12. Но это еще не все. Время, которое мышцы проводят под нагрузкой, нужно увеличивать до 35-45 секунд. Следовательно, выполнять упражнений нужно подчеркнуто медленно. Вывод. Качать икрой правильно. Это значит нагружать и в непривычной для них манере. Большой вес отсягачения плюс малое количество повторений плюс медленное выполнение упражнений. Икрой болят потому, что состоят они в основном из медленно сокращающихся мышечных волокон. Эти волокна слабее и тоньше своих быстрых собратьев. Но способны сокращаться с одинаковой интенсивностью очень долго. Побочным продуктом такой длительной работы является молочная кислота. Она образуется в мышцах при нарастании дефицита кислорода. Молочная кислота вызывает боль в икрах, являясь бичом всех спортсменов. Бегунов, ходоков, велосипедистов. Которые выполняют физические упражнения на протяжении больших временных отрезков. Обычные люди ощущают боль в икрах после долгого дня, проведенного на ногах. Особенно если пришлось много ходить, стоять или подниматься по лестнице. Такая боль это своеобразный звонок, которым тело призывает нас остановиться. Но не в нашем случае, ибо когда речь заходит о тренировке икроножных, тут ситуация совершенно другая. Жжение это сигнал не к прекращению выполнения упражнения, а важный момент начала серьезной работы. Молочная кислота, вызывая жжение в мышцах, одновременно стимулирует повышение анаболических гормонов, ответственных за их рост. Умение зашагнуть за болевой порог и продолжить качать икры, несмотря на боль, это одно из главных условий увеличения их в объеме. Однако, при прокачке мышц голени в силовом стиле достичь дефицита кислорода не получается. Икроножные работают, но жжение не появляется. Зато боль в мышцах появляется во время выполнения частичных повторений. Это значит, что после выполнения повторений в полной амплитуде необходимо сделать еще несколько движений в укороченной манере и до отказа. В симбиозе тяжелой силовой нагрузки и легкой памповой икрой ключ к ускоренному росту икр ног. Примечание. Арнольд Шварценеггер славился не только грудью и бицепсами, но и великолепными мышцами голени. Причем, накачать икры ног он сумел довольно быстро. Один из его секретов прокачки мышц голени был в том, что, выполняя упражнение для икр, он начинал считать повторения только после появления сильного жжения в мышцах. Если боль в икрах появилась, значит пора работать. Так он говорил. Вывод. Икры болят, потому что у них накапливается молочная кислота. Но боли это обязательные условия их роста. А чтобы добиться такого жжения, каждый подход нужно завершать частичными повторениями до отказа. Растяжка мышц при прокачке икроножных. Это очень важно. Но во всем нужно знать меру. Функция мышц голени заключается в сгибании стопы, подъеме на носок и повороте стопы в сторону. Но вот при опускании стопы вниз голень не работает. Это движение происходит за счет растяжения ахиллового сухожилия. Очень глубоко вниз опускаться особого смысла нет. Вполне достаточно 3-4 см. И то для того, чтобы с помощью инерции суметь подняться на носки еще 2-3 раза. Более того, если вес отягощения велик, низкое и резкое опускание стопы может стать причиной травмы. Опускаться в нижнюю точку траектории, растягивая голень. Необходимо очень плавно. В то же время, растяжка икроножных, так же как и разогрев голеностопного сустава, обязательный элемент разминки этой мышечной группы перед началом выполнения упражнений. Цель таких движений подготовить к предстоящей тяжелой работе суставы, связки и наши сухожилия. Заканчивать тренировку икроножных также необходимо растяжкой. Она уменьшит болевые ощущения и ускорит восстановление. Вывод. Растяжка икроножных действительно важна. Но не столько для роста мышц, сколько для профилактики травм и ускорения восстановления. Как часто качать икры? При желании хоть каждый день они очень выносливые, поэтому быстро восстанавливаются. Но качать икры и накачать – это две огромные разницы. Во-первых, любой мышечной группе нужно давать время для отдыха и роста. А во-вторых, главный фактор мышечной гипертрофии – это стрессовая нагрузка. Если качать икры часто и совершенно одинаково, они не вырастут, станут выносливее и рельефнее. Но их объем не увеличится. Оптимальный вариант качать икроножные дважды в неделю, например, понедельник и пятница. Но делать это каждый раз немного иначе. У профессионалов же свое мнение на этот счет. Они в один голос твердят, что качать икры нужно каждое занятие. Так можно добавить им объема. Намного быстрее. И тут они абсолютно правы. Но только с одной оговоркой – оттачу от частой прокачки мышц голени, впрочем, и других мышц можно получить лишь на фоне использования фармподдержки. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok